Друзья, всем привет! Вы на канале Лизы Нагорской. Я сама врач-педиатр. Не так давно переехала со своей семьей, с мужем и с собакой из города Новосибирска из России в Израиль. Сейчас я прохожу здесь стажировку в одну из самых крутых больниц мира и делюсь с вами всеми подробностями, которые сейчас происходят у нас в жизни. Это адаптация в новой стране, новый язык, работа на другом языке и в целом стажировка. Мне очень интересно, подписывайтесь. В частности, я уже рассказывала про видео, как я работала в хирургическом отделении, в педиатрии. Поднимите эту терапию. И сейчас меня ждет месяц приемника. Конечно, это очень-очень страшно, потому что приемник взрослый, а не детский. Здесь он называется МИЮН. Я, конечно, очень волнуюсь, потому что у меня мозг абсолютно точно настроен на детей, а тут будет взрослая патология. Ну, что поделать? Еще и на иврите. Ну, тоже что поделать? Итак, сегодня мы обсудим с вами, во-первых, как отличается или отличается ли приемник здесь и в России. Плюс вы напишите комментарий, я думаю, поделитесь своим мнением, потому что в России в приемнике я мало работала, мало видела. Но здесь расскажу все, как происходит. Буду ждать ваши комментарии. А также обсудим с вами как раз-таки очень в тему историю о том, как люди уходят из медицины и из-за выгорания. И обсудим, есть ли здесь такая ситуация. Оставайтесь со мной, будет интересно. Но, друзья, прежде чем начать, хочется сказать, пожалуйста, подпишитесь, потому что я вижу, как много людей смотрит мой канал без подписки. Кстати, Кима возмущена и недовольна, негодует, мне приходится ее успокаивать. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не подписаны, не поставили лайк и колокольчик, пожалуйста, сделайте это. Если без шуток, то это действительно очень сильно помогает и мотивирует что-либо записывать и снимать, и монтировать, и выкладывать. Потому что помимо влога у меня есть онлайн-школа медикум и моя работа врачу. И это достаточно сложно совмещать. Если я не вижу мотивации, то мне не хочется дальше стараться. Поэтому я буду очень рада, если увижу цифры, которые увеличиваются на моем канале. И большое спасибо тем, кто уже это сделал и поддерживает меня и пишет комментарии. Друзья, правда, вы лучшие. И это позволяет вам смотреть дальше историю моего развития, я надеюсь, развития врача в Израиле. Ну и в целом на жизнь людей, которые переезжают. Я надеюсь, я смогу вас дальше мотивировать, вдохновлять или помогать в чем-то. Очень на это надеюсь. И поехали. Почти. Почти. Ладно. О, друзья, если честно, уровень сложности с каждым годом все растет и растет. Я имею в виду себя в медицине. Потому что одно дело, когда ты учишься в университете. В целом ситуация в университете понятна, да? Ну, как бы ты учишься. И до шестого курса включительно ясно, что ты делаешь, какие тебя экзамены ждут. Все в таком духе. Но потом начинаются интересные события в жизни, когда ты заканчиваешь универ, и ты не знаешь, поступишь, что ли ты в ординатуру или не поступишь. Хватит тебе знаний, умений, мотивации. Или ты пойдешь в поликлинику, и тоже ты борешься со всеми страхами. Вот я пошла осознанно в поликлинику. Вы знаете мою историю. Тоже она есть на канале. Работала в поликлинике педиатра. Было сложно. Но благо курс молодого педиатра в онлайн-школе медикум мне помог очень сильно. И все бы ничего, но потом случались дальше другие моменты. Это и стажировки в другой стране, и семинары в другой стране, потом и переезд вообще в третью страну. Подтверждение здесь своего диплома. Опять учеба, опять экзамены. Учеба нового языка, да? Рассковоры на нем. И теперь прохождение стажа. Все это, если честно, тяжело. И каждый раз я расту, но каждый раз я понимаю, вау, насколько же мне тяжело. В начале пути, вы видели мои... В начале пути здесь, в новой стране, вы видели мои видео. Если вы видели, посмотрите. Правда, мне казалось, если честно, что я просто откинусь. Настолько мне было тяжело, настолько моему мозгу было сложно принимать абсолютно новую, новое все, новую реальность, новую медицину. Я должна была оказаться во взрослой среде, да, не в педиатрии. А если в педиатрии, то показать просто уровень максимальный, хотя, сами понимаете, находясь в стране не больше двух лет, полтора года, показать максимальный уровень достаточно сложно. Да, Кима? Ну, Кима, он хочет что-то сказать. Не могу, не знаю, что. Говори, Кима, ты хочешь меня поцеловать? Ну, иди. И вся эта усталость, она безумно накапливается. И она также накапливалась и в России, и здесь, да. То есть те сложности, с которыми сталкиваемся, они нас, да, делают сильнее, но они нас могут и хорошенько так пришлёпнуть. Потому что, правда, в начале первые, наверное, четыре месяца стажа я очень сильно умирала. Мне было очень сильно тяжело. И у меня были мысли, боже, зачем я это делаю всё, нафига мне это надо? В принципе, они были и в университете, но они у меня достаточно быстро проходят, потому что у меня есть какая-то внутренняя мотивация, что мне это надо. Не из-за розовых очков, не из-за того, что он спасать людей. Нет, на этом далеко как раз-таки не уедешь в медицине, на самом-то деле. Так быстро ты сгораешь, вот это вот, свети другим, сгорая сам. Точнее, сгорая сам, свети другим. Это всё прекрасно, романтично, но это не работает, не работоспособная история, потому что врач просто выгорает дотла. Нужно любить себя, а когда ты окунаешься в это всё, ты понимаешь, что, боже, о какой любви к себе идёт речь, если ты просто помираешь каждый день. Но, спойлер, всё когда-то ты ко всему привыкаешь, во-первых. Правда, человек ко всему привыкает. Нужно просто понимать, это твоё или не твоё. И порой это непросто сделать, но у меня вот есть внутреннее ощущение, что да, сейчас, сейчас, это моё, и мне интересен этот путь, и я хочу по нему идти и посмотрим, куда он меня заведёт. Но порой, порой стоит сделать шаг влево, вправо, может быть, сменить профессию. Или, например, вдохновиться, вдохновиться кем-то, чем-то. У нас частенько на курс молодого педиатра и курс молодого терапевта в школе медикум приходят ребята, которые просто дотла выгорели в поликлинике или после университета, не знают, как себя применить, или после декрета не знают, как выйти на работу. Люди приходят к нам и заново, просто буквально заново, посмотрите комментарии, они, ну, отзывы с курсов, они просто заново влюбляются в медицину. Друзья, если вам интересно, если вы терапевт, педиатр, приходите к нам на курс молодого терапевта и педиатра. Они проходят регулярно, есть внизу ссылочка, я вам её оставлю, кому интересно. Ну, а мы едем дальше. Пока что у меня планы какие? Развиваться здесь в медицине, закончить стаж, поступить на Эльмохуд в педиатрию и дальше работать педиатром, как пойдёт. Но, знаете ли, очень забавно говорить про планы свои, потому что когда-то я планировала переехать из Новосибирска в Москву, работать там, в частной клинике, или даже нет, сначала хотела в поликлинике работать, как в Новосибирске, только в Москве, где-то в хорошей поликлинике. А оказалось, переезд в другую страну, стажировки иностранные. Кто бы мне это сказал на шестом курсе, я бы покрутила пальцем у виска. А тем более я бы покрутила пальцем у виска, узнав, что через три года я буду принимать пациентов на иврите. Язык, которым, блин, толком ничего не знала и никакие буквы не знала ивритские. Так что, друзья, планы у меня интересные. А какие они будут на самом деле, абсолютно не знаю. Но единственное, о чем не жалею, что когда-то начала вести социальные сети про медицину, познакомилась со многими ребятами, с подписчиками. И в целом очень рада оставаться до сих пор так много лет в медицине. Вот так. Так выглядит меню обычненько. Здесь сидят люди, могут получать капельницы. Ну, сейчас это закрытый отдел, поэтому я могу показывать капельницы, обследование. Отсюда возят на сети МРА и на все, что нужно. Дети берут анализы. Вот там мы сидим в таком кругу. И к нам могут все подойти и видят, где врач. Вот есть у тебя аппараты. Есть все, что нужно. Прикольно. Маленький пусик меня уже узнал. Ты пришел ко мне. Ты пришел ко мне, маленький пусик. Ваня, Ваня, пошли кушаться. Мало времени в июне. Поступает пациент, мы идем к нему, опрашиваем, собираем. Мы все как обычно делаем. Ничего такого. Заказываем какие-то консультации. Делаем анализы, консультации узких специалистов. Просто всякие сети, да. Не знаю, например, человек упал. У него хавелотрош. Этот ударился головой. Или там с хархорат. Ну, головокружение. Там все такое. Заказываем. Отсюда возят, забирают. Это все классно. Мы делаем здесь, как стажеры, еще. Это все делает стажер. Ливуй. Это такая транспортировка тяжелого пациента до конечного местного значения, например. До, там, госпитализации в терапевтическое отделение. Не всегда страшно. Нас учат здесь этому. Научитель тоже. Но это всегда страшно, потому что иногда транспортировка может занять 10 минут и отдаленно. И тебе нужно будет откачивать пациента, если что-то случится. Вот. Я сейчас видела Мюн Хахам. Типа умный приемник, где все основное на... Ну, работает врач, но собирает все... Анамнезы все такое собирает. Artificial intelligence. Искусственный интеллект. Вау, как там красиво, как там классно. Это только открылся Мюн такой. Очень интересно, там очень красиво. Сейчас покажу картинки. Там все делает, все вопросы задает. Компьютер собирает. Из-за анамнеза какие есть заболевания, что задать, какой следующий вопрос. Ты делаешь исследование. И потом уже сам думаешь, как врач, что это может быть. Но тебе очень помогает. Искусственный интеллект. Вообще класс. Очень так интересно все. Но, если честно, усталость с усталостью. Но, я так скажу. Вот когда ты преодолеваешь какой-то начальный этап. Когда тяжело-тяжело. Когда ты только вышел работать в поликлинику. Когда ты только устроился на какую-то новую должность. Вот я переехала. По другому языке я работаю. В больнице. Вот когда ты преодолеваешь вот этот вот самый стрессовый период. Первые там пару месяцев, наверное. У каждого по-разному. Собоется намного легче. И вот. Мне нравится медицина. Почему я не бросаю. Почему я не хочу уходить. Хотя, в принципе, медицина, по факту, это не единственный источник для меня заработка. Не только это я в жизни умею. Я бы могла себе найти еще массу применений. Куда бы я могла уйти. Там от фотографий до околомедицинских сфер. Но меня почему-то медицина держит. И я думаю, почему. Потому что даже муж спрашивает. Ты так устаешь, дежурь ты и так далее. Тебе оно надо? Я понимаю, что надо. Во-первых, медицина это то, чему... Где ты учишься постоянно. Всегда будет что-то новое. Всегда, всегда, всегда будет что-то новое. И ты будешь расти и развиваться в новом направлении. В каком-то. Всегда есть разные пути. Можно заузиться в разные профессии. И это, мне кажется, тоже очень круто. Мне очень нравится, на самом деле, работа с пациентами. Да, это суперсложно и так далее. Но, но. Мне очень нравится работа с людьми. Я бы не смогла не работать с людьми, я думаю. Особенно долгое количество времени. И второй момент, даже третий уже. Очень, очень кайфовок. Понимать, что ты помогаешь людям. И видеть счастливые детские глазки. Видеть, как выздоравливают пациенты. Как радуются родственники. Боже мой, что с ветром-то и с волосами. В общем, очень сложно. Для всех, наверное, мотивация разная. Для кого-то это деньги. Напишите, кстати, какая у вас мотивация. Работать. Наверное, все-таки, в первую очередь, здесь у меня не деньги. Это больше интерес. И это какая-то вот помощь людям. Как бы это не звучало, может быть, пафосно. Да, здесь еще, конечно, выше оплата труда. Но, опять же, здесь и дороже жить. Поэтому это тоже спорные вопросы. Но здесь, если ты заузишься и будешь работать, ты будешь получать очень хорошо. И ты, конечно, плюс ты очень растешь. И ты действительно можешь лечить разные узкие вещи. Тебе будут действительно обращаться за узкими проблемами. Это уже интересно. Ну, вот на данный период мне просто нравится становиться умнее, развиваться. Не знаю. Просто вот тянет в медицину. У меня давно нет каких-то розовых очков. Спасать людей. Светя другим, сгорая сам. Вот это вот все. Нет такого. Но, несмотря на то, что я вижу, это все не в розовых очках, несмотря на это, я понимаю, что нет. Мое место на данный период времени, в ближайшем будущем. Мое место здесь, в медицине. Я знаю, что я хочу дальше развиваться. Я знаю, что я хочу развиваться в педиатрии. А дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Ну, кто знает, через 5 лет, 10 лет скажу. Все. Ухожу в другую область. Почему нет? Это возможно. Но пока такого нет. Пока как будто бы все лучше и лучше. Мне нравится вот эти преодолевать сложности. Особенно, когда ты преодолеваешь успешно. Мне в целом нравятся эти волны. Ну, когда ты вроде что-то получается, потом что-то не получилось. Потом опять что-то получилось. Мне... Да, это сложно не просто, но... Но как-то ты чувствуешь жизнь, ты чувствуешь... Мне это нравится. Вот я иду из приемника, и я понимаю, что, блин, ну... Интересно. Вот просто интересно. Даже из взрослого приемника все равно интересно. Вот так, друзья. Желаю, чтобы все занимались тем, чем вам действительно нравится. Спасибо, Вань, за озвучку. Я обожаю это место. Вдоль моря ехать. Короче, мы едем тусить. Мы же сюда и едем. Я не знаю, милая. Мы едем тусить в палатке у моря. Жить. Вдали от цивилизации. Вдали от цивилизации. Десяти километров. Все в пробке. Да, сейчас мы еще и в пробке пока. Что такое? Все. В общем, мы взяли палатку. Мы взяли стулья для сиденья. Мы взяли киму. И стулья для лежания еще раз. Что самое интересное. Что называется... Как это называется? Палая что-то. Ну, типа для... А как я так порвусь? Нет, как я. А, что я не знаю? Не смешно. Ну, короче, чтобы мясо было. Пикник у нас вот так вот. Едем. Дима довольна. Наверное, я не вижу ее. Будем тусить до завтра. А потом пойдем на работу снова. Ничего не попишешь. Вот. Пока что ничего не попишешь, еще находясь в пробке. Все. Морочка не видно. Оно... Нет, вот видите. Вот, вот. Ну, начинается приключение. Мы застряли. Точнее, не мы, ребята. В песке. Сейчас, видимо, будет толкать. О, пошла мужская часть. Сзади там уже машинка одна пришла. Все, хотят. Не знаю, это просто, мне кажется, специально они застревают, мужики, чтобы потом развлекаться. Вот это толкачат, там возюкаться, советы друг другу давать. Мне кажется. Я чисто наблюдаю. Вот так вот показывают, как везти. Там Юля за рулем. Опа. Выехали. Умнички. Умнички. Сейчас и мы поедем. Что так много людей? Офигеть. Не, в Кипуре, я думаю, намного больше. Посмотри, так-то место есть. Ну да. Мы с Юлей тащим. Вот так. Мне нравится Кима, которая... Даня, в Кипуре побольше? Да. Не так много здесь все-таки? Больше. Даня, в Кипуре, я не знаю. 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 Не жарко. У нас тоже две палаточки, тент. Ну конечно, я покупаю палатку. Ребят есть, а мы взяли у других ребят. Посмотрим. Напоминает? Нет, это не напоминает. Как в детстве, когда мы жили на Алтае. Мы каждый год с родителями ездили на Алтай по нескольку раз. Зимой, Шерегеш, летом Алтай. И жили в палатках. Кима, ты, блин. В сумке. Вот. Зимой, Шерегеш, летом Алтай. И жили в палатках у Катуни. Вообще, я обожаю. Эти воспоминания очень крутые. По неделе, по две в палатках. И вот, а сейчас уже давно жили просто на Алтай где-то. Ну, в местах, в отелях. И вот. Классно. Снова решили попробовать палатки вспомнить. Как это? Ну, тут совсем другой вайп. Море. Их ли, там идет море, песок. Вау. Вау, интересно. Смотрим, что из этого выйдет. Так. У Даника это суперавтоматическая палатка. No problems. Поставила ее за одну минуту. У нас я не знаю, какая палатка. Нельзя. Все, давай идем на пляж. У нас зеркало есть, видите? Да, ходи. Ванечка, есть у подписчиков вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста. Подписчики не часто спрашивают. Да. Именно так. Подписчики часто спрашивают, как ты относишься ко мне и к моей причастности к медицине. Вот так. Да, вопрос, конечно... Ну, хотел бы... Хотел бы ты что бы... Я хотел бы, чтобы ты ушла из этой медицины и пришла в нормальную работу. Вот, все. А что это значит, подожди? Где нет дежурства, где графики работы нормальные. А если бы я работала в поликлинике, как в России? Такое подходит? Ну, в поликлинике без вызова, да. Да, я бы тоже так и хотела. Отлично. Это в Израиле так в поликлинике работают. Ты приходишь на обычную работу, у тебя там все плюшки, все это. Ты занимаешься... Ну, да, конечно. И, может быть, не самая сверхинтересная деятельность в том плане, что нет. У тебя там супер... Эмердженсия. Эмердженсия. Ага. Вот. Но я думаю, что... И в больницах тоже можно как-то сделать более... Более нормально, более человечно. Потому что, да, сейчас адаптация, это типа интересно, но хотя уже не особо. А 5 или сколько лет от Махута, за которым просто будете выиграть шанс намного сильнее. Вот, потому что там уже больше такой рутинной работы, больше ответственности, при том, что зарплата все еще относительно, даже хай-тека смешная. Да, то есть, если бы это были какие-то деньги, из-за которых ты можешь семью содержать полностью, с детьми в зависимости от того, сколько ты дежурств берешь. Это бы оправдывало, да, нагрузку. А дежурство не увеличивает зарплату в два раза. Смотря где. Нет, все равно основная, основная. Ну, основная, да. Сколько ты делаешь дежурств вместе, сколько ты делаешь рабочих дней вместе. Ну, то есть, ты не можешь рабочие дни, чтобы сразу квартиру, знаешь, поработал в Махуте и квартиру покупаешь в таком доме. Вот, согласен, действительно, стоит идти в Махут. Ну, или так. А нет такого. Ты выгоревший и денег особо не будет. Слушай, ну, потом ты становишься Бахиром все-таки, ты действительно получишь. Не факт, что ты становишься Бахиром. Ну, спустя пять лет, и потом ты уходишь в Кейлу, в поликлинику и работаешь себе спокойно, без дежурств, и делаешь какой-нибудь небольшой этап, это Махут. Смотри, какая луна была. Можно уйти и раньше. Нельзя. Можно. Здесь нельзя. Можно. Как? Катя же ушла, ушла. Но это семейная медицина. Ну, блин, ты же, можно же уйти раньше. Но семейная медицина, это без педиатрии. Ну, точнее, акулель, но... Что поделать, вот. Почти нет. Короче, такая медицина, в принципе, она во всем мире, это, ну... Минус медицин. Это, да, это... Она не создана, чтобы... Кайфовать? Она эксплуатирует вот эту вот внутреннюю установку, что я спасаю людей. И мне это интересно. Если бы это называлось чем-то другим, там бы никто не работал, условно говоря. Но если бы там... Слушай, на настройках же работают. Доризовали... В настройках платят. Вот. И ты можешь уйти туда без образования, без ничего. Израильцает неплохо, да. Ты просто пригонишь и зарабатываешь. Это факт. Если бы медицина называлась раскрашивание знаков с ночными дежурствами, да, за, ну, энную сумму, которая она есть, никто бы этим не занимался. Ну, с шестилетним образованием плюс еще шестилетним. Да, еще шесть лет нужно потратить. Ну, то есть, это мы приходим к тому, что... Основной вопрос образования и длительность образования. Проблема не в том, что... Это плохо, что вы спасаете, ну, что медики спасают людей, да, а в том, что это эксплуатирует это чувство. Вот. А когда медики начинают хорошо зарабатывать, люди, начинают возмущаться, что... Ну, в кейсах, где медик хорошо действительно получает, люди начинают возмущаться, что... В частных клиниках, например. Стоматология. Хирургия. Кастическая хирургия. Ну, да. Ну, вот. То люди сразу, о, зажрались, вы вообще... Ну, да, это больше российская история. Да нет, ну, вообще так. Нет, здесь меньше. Стоматологов во всем мире жалуются, и в Америке. Ну, на стоматологов, я тебе просто прорачиваю. Ну, да. Ну, просто никто не узнает, сколько получает в Америке инестезионок. Вот. Ну, действительно. Потому что, когда ты положишься на операцию, у тебя тогда оплачивается. А когда ты идешь к стоматологу, ты плачешь сам, поэтому начинаешь возмущаться. Перевожу на язык для медиков. Действительно, здесь придется помучаться. Ну, как? По сравнению, наверное, с Россией не помучаться. Потому что в России мы платим за ординатуру. Нам никто не платит. Здесь как будто бы придется помучаться, потому что дежурство и все такое. Есть люди, которые переносят это хорошо. Есть люди, которые реально это очень плохо переносят. Я не из тех людей, которые любят дежурство. И я бы предпочла их не делать. Но, конечно, на дежурство ты реально очень круто учишься. Это правда. Если ты хочешь потом выйти не просто каким-то человечком, который мало чего понимает. А что вы делаете днем тогда, если на дежурстве почти стоили? Слушай, ну, днем ты не чувствуешь такой ответственности в этом вопросе. То есть, если пациент умрет, то такое, наверное, одноклубление? Потому что над тобой всегда все равно кто-то. Да, надежурство будет по хэпу над тобой. Нет, я тебе говорю не про стажерскую работу, а про ординатуру. В ординатуре ты... По херену на телефоне будет все. Это все равно не то, абсолютно. Я вижу, как даже стажером ты все равно больше учишься. Это если под днем. Ночью, потому что тебе ты не перекинешь ни на кого от свою работу уже все. Так проблема в том, что нельзя перекинуть. Почему-то давайте днем запретим, перекидывание будет. Ну, слушай, Ван, ну ты не понимаешь. Я не понимаю. Ну, то есть, просто мне значительно, как оправдание дежурства, что... Ну, то есть... Ну, блин, ну... То есть, плюсы дежурства истекают с того, что там никого нет. Ну, так это же и поэтому, ну, типа... Может быть, но я тебе говорю сейчас просто плюсы, которые я вижу. Это то, что я назвала. Для пациента значит, что менее опытный персонал может совершить ошибку. Ну, то есть... Ну, не факт, что совершить ошибку. Вероятность совершить ошибку? Ну, больше. Вот. И... Какой негативный ужас просто. Я говорю, ну, не очень любит медицину. Вот и вопрос. В общем, все равно однозначно есть... Так, перевожу дальше на медицинский язык. Киму тоже продержусь. Киме тоже не держусь, не нравится. Да, киме не нравится держусь, просто я ухожу. Короче, вот это время... Тебе классно, что за него, конечно, платят в этом охоте, когда ты, как в ординатуре, очень круто ты всему учишься, потому что ты постоянно на разных кругах, на циклах разных. Ты в неонатологии, ты там, ты сяк, ты там. Это прикольно. Ты берешь на себя ответственность больше, потому что... Ну, в целом ты берешь на себя больше ответственности и на дежурствах. И потом ты зато выходишь человека, который очень-очень много знает. Ваня, конечно, разбалованный. Разбалованный хай-теком, айтишной специальностью. Ну, там, понятно, нет на дежурстве, они хорошо получают. Но кто-то должен работать в медицине. Я говорю, лучше, конечно, работать без розовых очков. Но с пониманием четким что-то будешь делать. И врачи, которые получают много, это те, у которых уже они с опытом, которые уже не ходят на дежурствах, у них дежурство по звонку, и они сделали какие-нибудь, например, татут махут, еще что-то там, углубились в какую-то более узкую тему. У них есть такие специалисты, которые очень много получают. А хирурги такие волнувки, потому что вообще молчу, сколько они могут получать. Там, гейрохирурги, например, анестезиологи, аниматологи. Очень много, хорошо оплачиваются. Вот, поэтому, ну, что поделать? Есть с ним? Есть. Достаточно есть. Я понимаю своего мужа. Не очень классно смотреть, как я прихожу и помираю после дежурства. Я просто понимаю, это как период. Как период. Вот так вот. Мы приехали. Дорогие друзья, спасибо, что были со мной. Рассказывайте в комментариях, откликаются ли вам мои мысли. И, конечно же, поделитесь своими мыслями. Думали ли вы менять сферу своей деятельности? Хотели ли вы уйти из медицины? Или, может быть, ушли? Жалеете или нет? А если вы остались в медицине, то расскажите, что же вас мотивирует оставаться в такой сложной сфере и работать особенно много. Расскажите, что вас мотивирует. А я пока что иду после очередной смены с настроем, что все-таки устала, конечно, но готова продолжать учиться и работать. А еще делиться с вами. В особенности, если вы подписываетесь и поставите пальчики вверх. Вот это, конечно, меня мотивирует не выгорать от социальных сетей. Кстати, подписывайтесь на другие мои социальные сети. До скорой встречи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова